Все началось 8 сентября 1941. 872 дня кошмара. Так запомнил Ленинград время блокады. Страшное и трагичное время. Но не сломился город-герой и память о тех далеких событиях. Павших и выживших сегодня жива. Вот и в центре «Навигатор» тема блокады Ленинграда стала первой в уже традиционном чемпионате интеллектуальных игр «Разумные люди», в котором участвуют щелковские студенты. Чемпионат интеллектуальных и патриотических игр проводится не первый год. В 2017 году мы начали этот проект. В этом году мы поняли, что ребятам, студентам это нравится. Решили продолжить. На этот раз принять участие в чемпионате заявились пять команд студентов. Всем им предстоит пройти несколько туров, ответить на различные вопросы. Квист проходит в игровой форме, но каждый из его участников понимает, насколько серьезно представленная тема. А потому ребята внимательны к деталям, ведь порой ответ таится в самом вопросе. А задания организаторы подготовили немало, и участникам предстояло продемонстрировать знания о истории города-герои, кинематографии, музыкального искусства и памятников архитектуры, посвященных Ленинграду в дни его блокады. Но к этой игре студенты старательно готовились. И стоит отметить, все участники показали весьма неплохие результаты, но наилучше получилось продемонстрировать команде головного подразделения Щелковского колледжа «Звезда», которая оторвалась на два очка вперед от соперников и завоевала победу в первой игре чемпионата. На счет того, как долго готовились, каждый по-разному. У кого-то уже был какой-то стартовый набор зданий, кто-то в школьную историю ходил. Лично мне потребовалось где-то за день до самого квиза факты всякие и так далее просмотреть, чтобы освежить в памяти. Наверное, были какие-то неожиданные вопросы? Да, да, несомненно. Мне кажется, самые неожиданные вопросы были с точки зрения музыки, что мало кто слушает музыку именно тех, кто. Этот чемпионат будет проходить в течение всего года. В «Навигаторе» планируют провести 12 игр на различные темы. Ну а победители определят в декабре 2020-го. Анна Бальет, Валерий Жекли, Щелковское телевидение.